Товарищ, доброго дня. Доброго дня. Спасибо, спасибо, что вы с нами. Где вы сейчас находитесь, очень красивый пейзаж. Завидно. Что, что? Товарищ, как вы нас слышите, как вы нас видите? Как вы нас слышите, как вы нас видите? Сейчас нахожусь в Белокаменной, на природе. Даю вам интервью. Красота. Скоро лето наступает. Ну, давайте, давайте о серьезном процитирую вас. Сегодня в Государственной Думе я встретился с Кузнецовой Анной Юрьевной, заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. По каким вопросам встречались? Рассказывайте. Ну, так получилось, что мы, оказывается, и коллеги. И плюс у нас было направление социальное. Она занималась детьми, в том числе и инвалидами занималась. И работа социальной направленностью. Ну, а я возглавлял комитет социальный на Украине. И как бы мы нашли общий язык. Отработали с ней по Херсонской области непосредственно социальные объекты. Это гуманитарная помощь, развитие инфраструктуры социальной. Также по школам прошлись. Что необходимо сделать, чтобы побыстрее освободить Херсонщину от вот этой укропропагандистской тематики, которая 8 лет шла. От этого нацизма, фашизма и навязывания чужой истории. Планов очень много мы с ней обсудили. Хочу сказать, мне понравился разговор. Он был очень конструктивный, деловой. И самое главное, что было уважение к украинскому народу. Именно к народу. Уважение и понимание, что же на самом деле происходит в Херсонской области. То есть человек абсолютно владеет все то, что происходит в Херсоне. Мне это очень понравилось. Мы сошлись на многих темах, на многих вопросах. И самое главное, что мы определили, что будем заниматься социальной политикой, которая будет улучшать не только наши отношения, но и помощь именно херсонцам. То есть Россия будет помогать в сегодняшней трудной ситуации в Херсоне и в Херсонской области. Ну, уже идет помощь. И вот в частности, давайте посмотрим на цены. Фото номер 19. Один из корреспондентов русских новостных каналов прогулялся по рынкам Херсону. Давайте посмотрим. А я буду зачитывать эти цены. За килограмм придется заплатить. Огурцы 15 гривен. Это 29 рублей. Клубника 97 рублей. 50 гривен. Брокколи 15 гривен. 29 рублей. Морковь 18 гривен. То есть 35 рублей. Молодая картошка 13 гривен. 25 рублей. Использовался курс 1 гривна. Равно 1,94 рубля. Согласно Центральной банку Российской Федерации на 25 мая. Ну, цены завидные. Я вам хочу сказать, Алексей Валерьевич, как удалось достичь такого. Делитесь опытом. Все дешево. Дело в том, что понимаешь, но я бы не сказал бы в относительности сегодняшней ситуации, что все дешево. Потому что все-таки Украина лишила людей самого основного. Это зарплаты, пенсии и все остальное. Пока рубль зайдет в виде пенсии, зарплаты людям, то, конечно, им надо сегодня выживать. И те деньги, которые у них сохранились, конечно, как бы это еще дорого. Поэтому этот период необходимо будет прожить, когда полностью рубль войдет в рыночную систему уже основательно. Тогда, да, это, конечно же, намного дешевле. Ну и давайте будем говорить еще, что коммунальные услуги платятся Украине. Поэтому и тут надо что-то с этим делать, потому что коммунальные услуги вымывают серьезно деньги. А мы знаем, какие цены украинские. Это в 5-10 раз выше, чем в России. Коммунальные услуги, там, допустим, уборка территорий, вывоз мусора и так далее, и так далее. Я уже не говорю за электричество, за газ и прочее. Поэтому нам надо с этим что-то делать. Надо все сделать, чтобы деньги не вымывались в сторону Украины. Почему? Потому что те деньги, которые оплачивает Херсонец Украине, они обратно идут на ту же самую войну. Поэтому здесь с этим надо что-то срочно делать. Ну поэтому ведутся переговоры и вопросы интеграции Херсона и с Крымом, и в Российскую Федерацию тоже уже поднимаются не раз. Поэтому здесь вы совершенно правы, говоря о том, что цены низкие. Но мы понимаем, каково сейчас людям, брошенным украинским правительством. Если говорить вот так объективно, вот как я в хозяйстве понимаю, там, в экономике, бывший производственник, абсолютно все правильно идет. И там те, которые паникеры рассказывают, что ой, вах, что творится, все это, цены там и все остальное. Нет, я считаю, нормально, степенно все идет. Ни в коем случае нельзя спешить. Поэтому я могу только одно сказать Российской Федерации огромное спасибо. И огромное спасибо, что сегодня и Госдума уделяет внимание Херсонской области, и правительство Крыма, и правительство Российской Федерации. Я хочу сказать, той ситуации, которая сложилась между нами, это еще хорошо. Многие гораздо еще в тяжелейшей ситуации живут. Российские мобильные операторы тоже начинаются в работу, и в Херсоне в том числе. На фоне тех заявлений киевской хунты, когда они отрубают всем связь по понятным причинам, естественно, никому не нужны люди, которые думают, которые смотрят совсем в другую сторону. Ну вот, например, здесь, даже зачитаю, пакеты из 1000 минут, 500 смс и 10 гигабайт интернета стоят 300 рублей в месяц. Вот насколько херсонцы легко перестраиваются на эту новую связь, потому что мы видим из телеграм-каналов очереди стоят за сим-картами российскими? Ну, давайте так, я каждый день... Попробуем связаться, да, еще раз, что-то сосредоточено с проблемой. Средственно, за покупкой сим-картами. Ну, вообще, показатель того, что на сегодняшний день херсонцы не хотят враждовать с Российской Федерацией. Это показатель, что Херсон живой. Вот, чтобы мы понимали. Только хотя бы по этим сим-картам. И уже херсонцы не боятся покупать эти карты. И это, как украинцы говорят, это типа вынужденная мера. Нет, это показатель, что люди на сегодняшний день прагматично понимают, кто же все-таки на самом деле враг. Да, вот сегодня каждый день обстреливают Херсон. И обратно. Россия не позволяет разбомбить Херсон. Вот о чем люди говорят. Поэтому я думаю, что скоро украинская эта пропаганда и все остальное уберет. Потому что дела говорят сами за себя. Ну, и давайте посмотрим один скрин под номером 17. Это так называемые письма счастья, которые приходят полицейским из Херсона, которые отказались выезжать из Херсона, остались жить там со своими семьями. Вот что там написано. Против них возбуждаются уголовные дела. На них вешаются ярлыки, изменники Родины, коллаборанты и посипаки. Конечно же, с одной стороны, ну, не то чтобы смешно. Тут есть о чем поговорить. Вот насколько действительно те люди, полицейские, служители закона, администрация, которая решила идти в ногу с Россией, а не с той Украиной, насколько действительно сейчас им помогает новая администрация в Херсоне, которая там пришла и к власти. И вот насколько им сейчас легко, вот в этом вопросе, тем тем, кто остался с народом. Давайте будем говорить так. Я хочу вам немножко рассказать предисторию. 24-го числа февраля, когда начиналась конецоперация, эти, как я написал там в соцсетях, бакланы и недоумки вызвали приказом всех на Николаев, на Одессу и на Украину, там, где контролируют киевский режим. После этого стало мне известно, что их вызвали туда в неопределенность. Они не имеют ни квартиры, ни работ. Мало того, еще сказали сами себе ищите работу. Те, которые остались в Херсонской области, на них пошел накат. Начали возбуждать уголовные дела. Потом присылать письма, что вы должны явиться в Николаев, в Одессу и так далее, туда, куда им сказали по месту прибытия. В конечном итоге люди понаписывали им, но мы же заявление на увольнение понаписывали. Мы уже не работаем с вами. Что вы думаете? Они повозбуждали уголовные дела. Поэтому это называется шантаж. Это называется терроризм. Теперь, что касается сегодняшних политиков, возвращались на работу и не боялись. Никто уже Херсон им не отдаст. Это раз. Второе. Вот такие письма, это для запугывания. И сказал, что тем полицейским, которые не участвовали в шаблоне, те, которые не разручивали маховик войны, им нечего бояться. Я, насколько знаю, в области набирают уже специалистов, полицейских, выдается уже зарплата. Все медленно восстанавливается. И я думаю, что Херсон успешно наберет правоохранителей на работу. И они будут работать успешно с новой властью, которая сегодня пришла действительно работать и созидать. Что необходимо? Необходимо, чтобы сегодня все грамотные полицейские специалисты в этом своем деле быстрее вернулись. Потому что нам нужно не допустить распространения бандитизма, наркомании и всякого преступного элемента. Я думаю, что в новой власти все получится. Должно получиться, по-другому быть не может. Ну и давайте помнить про вашего соседа, соседа Херсона, город Николаев. Казалось бы, с точки зрения военной операции там ничего особого не происходит, даже без изменений. Но вот там постоянно говорят про угрозу десанта, провокации. Вот какое настроение Николаевцев, если вы слышали, общались. Может быть до вас доходят новости, что там происходит. Ждут ли они прихода российской армии? После того, что в определенном времени, а вот это уже три месяца там происходит, я вам хочу сказать, что все больше и больше людей ждут российской армии, потому что применяются террористические методы. Ну, во-первых, арестовываются люди, которые не согласны с этим режимом. Раз, украинским. Второе. Размещаются огневые точки между домами. Все повторяется, как и в Мариуполе. Окапываются идиоты везде. То есть метод Мариуполя используют. Мало того, специально обстреливают своих же мирных жителей, чтобы обвинить непосредственно Российскую Федерацию. Ну, а то, что они готовятся к определенным террористическим действиям, чтобы обвинить Россию, у меня даже сомнений в этом нет. Но могу вам сказать одно. То, как мне пишут личку люди, они ведут себя, конечно, вызывающие, как террористы и как беспредельщики. Подтверждают мне, что много в Николаеве людей исчезает. Это раз. Второе. Подтверждают мне, что идут мародерства и грабежи. Под видом типа русские, российские, коллаборанты и так далее. Очень много грабежей. Мы видим эту всю тактику достаточно давно. Происходит это все на Украине, когда оппозиция не нужна, когда, да, пропадают и ведущие политики пропадали каким-то образом, а потом неожиданно появляются, чтобы, естественно, все попытаться, попытаться обменять их на этих азовцев. Но сколько таких случаев, я уж не говорю про мирное население, они, к сожалению, к сожалению, о таких случаях мы редко слышим. Спасибо вам за это. Ну и мы понимаем, что провокации будут продолжаться. СБУ не дремлет. И все эти нацисты, они, естественно, выжидают момент, когда будет удобно. Поэтому здесь очень важно мобилизация абсолютно всех служб, и в том числе мирных администраций. Мир привести, фамилии пока мест не буду говорить, но вот по Херсонской области, с теми, которыми я работаю для того, чтобы они входили в новую власть, начали работать, потому что это семьи, жизни, необходимо развиваться и так далее. Эти идиоты не скрывают даже своих телефонов, звонят людям и рассказывают, что с ихними будет родственниками, которые на той стороне по разным жизненным позициям не связаны там с политикой, а так случилось, что, допустим, там у кого-то родственник живет в Николаеве, у кого-то в Одессе живет и долгое время. Они звонят им и говорят, что с ними будет, если вы пойдете на работу. Мало того, они просто терроризируют мирное население. Не дай бог пойдете на работу, против вас будут уголовные дела, вы не сможете выехать за рубеж, вы не сможете туда, 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 ваши карточки все будут заблокированы и так далее. То есть метод устрашения продолжается, но это только так поступают фашисты. Да. Абсолютно верно. Тут вот не убавить, не прибавить, но об этом надо говорить почаще, потому что многие не слышат этого, не видят. Вот поэтому мы здесь на Соловьев Лайф вот для этого. И каждый раз в нашем эфире встречаемся с такими гостями, как вы, с экспертами, просто с людьми, которые видели и слышали это, и готовы этим делиться. Это очень важно. Давайте покажем фото номер 20 в той самой Николаевской области, развернут мобильный госпиталь, как там все происходит. Тоже немаловажный фактор, тоже хорошая информация к тому, что происходит. Как заботятся отважные, как заботятся вежливые люди. Вот, пожалуйста, вот такой мобильный госпиталь, который готов принять и раненых, и, естественно, нуждающихся, тоже, тоже проговаривается. И вот здесь, Алексей Валерьевич, вы как человек, который действительно все знаете про внутреннюю политику Украины, вот как меняется настроение людей, мы уже услышали. А вот с точки зрения именно административной, вот такой госпиталь был. Что еще делается уже на освобожденных территориях? Ну, давайте будем говорить так. За время, насколько я знаю, привезено оборудование в областную больницу. Думаю, что на следующей неделе его распакуют и поставят. Идет рум-конвой с медикаментами, это уже приятно. Плюс с медицинским оборудованием для операции идет, это тоже я знаю. Я думаю, что на следующей неделе оно прибудет. Насколько мне мои информаторы говорят, это положительно, это прекрасно. Когда людям сегодня помогают братья в трудную минуту, то это счастье. Вот понимаете, все восстанавливается. Не разрушается то, что я видел в течение 8 лет. Просто-напросто такое ощущение, как будто война там побывала. Приятно мне слышать, когда с кабинета в Российской Федерации говорят, мы будем восстанавливать комбайн этот завод, мы будем восстанавливать судостроительный завод, мы будем нефтепроработку в Херсонской области восстанавливать. Вот это мне приятно слышать. А это что обозначает? Это обозначает новая жизнь, дети, будущее, перспектива. Мне приятно, что учителей Соскодовска приняли в Крыму на перепрофилизацию, на переобучение. Мне приятно, что я знаю, вот сдаю тайну, что уже печатаются книги для Херсонской области, и в этих книгах все будет возвращено, то, что эти удалаки разрушили. Вот за это меня гордость берет. Значит, мы не умерли. Значит, победа за нами. А все, что делает этот негодяй Зеленский, я вот так обобщаю, он делает, поверьте мне, придет к тому, и я хочу это озвучить, что над Рейстагом будет флаг победы 21 века. Все к этому идет. Наша операция, спецоперация освободительная и остановить войну, она не закончена. Поэтому она будет продолжаться. Но европейцы и американцы добалуются, что мы придем и в Европу. Я почему-то в это верю. Нам еще предстоит многие трудности пережить, поверьте мне. И нам надо к этому готовиться, нам надо объединяться, надо все раз призабыть и показывать, что добро превыше зла. И только в добре можно построить мир. Вот я и наблюдаю в Херсонской области этот мир настает. Еще фронт бы вперед подвигался. Вот этого мне хочется, чтобы люди успокоились, чтобы меньше было слышны эти взрывы, обстрелы от этих карателей, чтобы мир наступил в Донецке, в Луганске. Я был недавно в Донецке. Видел своими глазами, как Россия помогает. Вот это моя мечта. И она должна обязательно сбыться, потому что о сплочении мы каждый раз тоже говорим. Алексей Журавко, подпишитесь на телеграм-канал Алексей Варевич, обязательно. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Здоровья вам, отличного настроения и побольше встреч. Ждем от вас информацию в следующих наших эфирах.